Дорогие братья, сестры, все гости, посетившие Дом молитвы, сердечно приветствую всех вас и поздравляю с Новым 2015 годом. Господь благословил нас по милости своей, даровал нам время, как подарок, как драгоценность, и в этом Новом году мы собрались на первое богослужение. Мы желаем вступить в этот Новый год с надеждой, с упованием на Господа. Мы молились вчера, когда стрелки часов подошли к 12, и вот теперь в этом Новом году мы собрались снова, чтобы также с Господом, также с молитвой, также со Словом Господним начать этот путь в этом Новом году. И сегодня мы также продолжаем нашу неделю молитвы, и наша тема сегодня – это время в Новом 2015 году, это Божий подарок. Мы хотим с осознанием вот этой мысли, что это Божий подарок – смотреть на этот Новый год, и Господу молиться, и просить у Господа мудрости, как нам прожить в этом году, прожить правильно, прожить не так, как наша плоть требует, а так, как Господь нам повелевает, так, как Его Слово нам говорит, чтобы этот Божий подарок мы использовали верно для служения Господу нашему. Давайте попросим благословения на это предстоящее служение. Господь наш, мы с благодарностью приходим к Тебе. Ты даровал нам этот Новый год, Ты дал нам первый день этого года, и мы, как Церковь Твоя, мы собрались вместе для того, чтобы склониться перед Тобою и помолиться Тебе, для того, чтобы Ты в этом Новом году пошел с нами, пошел впереди нас, чтобы Ты повел нас, а мы, как овцы Твои, как паства Твоя, как Церковь Твоя, последовали за Тобою туда, куда Ты поведешь нас. И мы просим Твоего благословения на этот Новый год. Мы сознаем, что время, которое Ты даруешь нам в этом новом 2015 году, это Твой подарок. Ты по милости своей даруешь нам это время. И мы сознаем свою ответственность перед Тобой, чтобы использовать это время правильно и верно. И мы нуждаемся в Твоем Слове. Мы нуждаемся, чтобы Ты учил нас. Мы нуждаемся, чтобы Слово Твое проповедовалось, и через это Слово открывалась Твоя воля, которую нам необходимо исполнить в этом Новом году. Помоги нам в этом, благослови, научи нас и поведи, и храни нас в этом Новом году от греха. Помоги нам в искушениях преодолевать это с упованием, силою Духа Твоего Святого. Благослови нас в этом Новом году трудиться для Тебя и прославлять Тебя. Благослови нас ожидать пришествия Твоего. И мы не знаем, этот год закончится ли он. Или, возможно, и в этом году Ты придешь, чтобы взять Церковь Твою. Дай нам быть бодрствующими, ожидающими Тебя и служить Тебе. Благослови это служение. И в этом служении, да будешь Ты, Господь наш, прославлен. Благослови братьев, которые будут возвещать Твое Слово. Благослови хор, который будет воспевать. Всех, кто будет участвовать в этом служении, благослови. И нас благослови, чтобы мы могли помолиться Тебе и прославить Тебя. Прибудь, Господи, с нами. Мы просим Того благословения в этом Новом году на Церковь Твою, на все поместные церкви по всему лицу земли. Господи, пошли Своё благословение на тружеников Твоих, на благовестников, на миссионеров. Ты, Господи, в этом Новом году храни их, помогай, чтобы Слово Твое могло и дальше проповедоваться и возвещаться. Тех, кто терпят лишения, бедности, трудности, гонения, там, где война идёт, Господи, Ты сам подкрепляй и помогай, чтобы народ Твой, несмотря на все трудности этого последнего времени, мог ободриться, мог возрадоваться, мог служить Тебе, сознавая, что Ты рядом с нами по Твоему обещанию. Благослови и нас, поместную церковь, вот в этом служении. Будешь Ты, Господь, возвеличен и прославлен. Наш Спаситель. Аминь. Всем братьям, сёстрам, наш привет! Сердечный новогодний, Господь, по милости, ещё земные дни продлил, и этот Новый Год любви своей нам подарит. Палатца, за все Его благодеяния, и Мечислава, и Мечислава, благодеяниям Его Мечислава, за всё Ему хвала. За то, что по дороге испытаний рука Господня нас вперёд вела, под нитя жёлтых разочарований, Упасть и ослупиться не дала, Крани отнём и ночью берегла, За всё от нас лишь Господу права. За всю любовь, отцовскую заботу, За все Его великие дела, Пусть звонка льётся нескончаемым потоком, Хвала и слава, хвала и слава, Хвала и слава Богу в небесах. Хвала и слава, хвала и слава, Хвала и слава Богу в небесах. Хвала и слава Богу в небесах. Новый год Новый год Новый год Нам Всевышний даёт . Год прошёл ближе к тому, Ближе встреча самцов – Вдруг Господь, Вдруг Господь, И же вечный покой, Что с собой принесет, На не встрече Него. Смерть и мир, Смерть и мир, Дую сердца и мир. Год прошел ближе домой, Ближе встреча с отцом, Вдруг Господь, Вдруг Господь, Ближе вечный покой. Что грядет нам тепло, Но мы знаем одно, С нами тот, с нами тот, Кто нас к небу ведет. Год прошел ближе домой, Ближе встреча с отцом, Вдруг Господь, Вдруг Господь, Ближе вечный покой. С нами Божьем висит, Кто врага победит, Он судит, он судит, Нам охрану ищет. Год прошел ближе домой, Ближе встреча с отцом, Вдруг Господь, Вдруг Господь, Ближе вечный покой. Год прошел ближе домой, Ближе вечный покой. И мы слышим волье, Все пропадут тебе, Не страшись, не страшись, Только Бог стой боись. Вот прошел ближе дом, ближе встреча с отцом, Друг Господь, ближе вечный покой. Мы приветствуем вас с Новым Годом! Мы приветствуем вас с Новым Годом! Братья, сестры, поздравляем с Новым Годом вас! В Старый Год уж больше к нам не возвратиться, Будем все мы вместе Господу трудиться. С Новыми силами, с новых стремленьем, Все посвятим для Него на служение. Больше любви, добрых дел наших прижим, Будем мы светом для всех в этом мире. Так Господь нам сказал в Своем слове. Пусть Бог милосердный Сохранит здесь ваш путь, Пусть Бог милосердный Сохранит здесь ваш путь, Пусть Бог милосердный Сохранит здесь ваш путь, Пусть Он повезет нас в этом Новом году. Грудится на миме, Его дружно смело, У Божьей в отчизне пусть вас доведет. Пусть Он повезет нас в этом Новом году. Пусть Он повезет нас в этом Новом году. Пусть Он повезет нас в этом Новом году. Мы приветствуем вас с Новым годом. Мы приветствуем вас с Новым годом. Дорогие друзья, братья и сестры, я также еще раз хотел бы поздравить всех вас с уже наступившим 2015 годом. Слава Господу, что мы можем быть вместе в первый день этого года для того, чтобы рассуждать о Его Слове, для того, чтобы помолиться, для того, чтобы иметь общение друг с другом и общение с Господом. Перед тем, как мы помолимся, прочитаю несколько стихов с 13 главы Евангелия от Луки, прочитаем с 6 стиха Евангелия от Луки, 13 глава, 6 стиха будем читать. И сказал с ее притчу, некто имел в винограднике своем посаженную смоковницу, и пришел искать плода на ней, и не нашел. И сказал виноградарю, вот я третий год прихожу искать плода на этой смоковнице, и не нахожу. Сруби ее, на что она и землю занимает. Но он сказал ему в ответ, господин, оставь ее и на этот год, пока я окопаю ее и обложу навозом, не принесет ли плода? Если же нет, то в следующий год срубишь ее. Вот такой образ, такую притчу сказал Господь наш, Иисус Христос, для того, чтобы подчеркнуть ту мысль, о которой он говорил здесь немножко раньше, в этой 13 главе. Если мы с вами посмотрим эту главу с самого начала, мы с вами читаем, что пришли некоторые люди и рассказали ему об этом страшном случае, который произошел. Галияне, видимо, приносили жертву, и Пилат, убив их, смешал кровь с жертвами, которые они принесли. Но Иисус Христос проводит черту, и Он подводит итог. И Он говорит, думаете ли, что эти люди были грешнее всех? Нет. И Он говорит, если не покаетесь, то так же погибнете. Дальше Он говорит о 18 людях, на которых башня упала и побила их. И Он также говорит, думаете ли, что они были виновнее всех других жителей Иерусалима? Христос говорит, нет. Но если не покаетесь, так же погибнете. И дальше Он приводит эту притчу в пример. И мы с вами находим три таких вот ярких образа. Прежде всего, это хозяин виноградника. Мы с вами читали о том, что у него была эта смоковница, виноградники его. И когда мы вообще смотрим всю эту притчу, мы находим некоторые истины. И вот истина о хозяине этого виноградника говорит о том, что ему не все равно, что происходит в его винограднике. Когда мы с вами читаем, мы находим, что Он пришел искать плода на ней. Он не просто имеет этот виноградник. Он не просто имеет эти смоковницы, которые растут в винограднике. Ему не все равно. Он ходит и Он смотрит. Вторую истину, которую мы находим, Он не просто ходит и смотрит, не просто любуется этими смоковницами. Он ищет плода. Мы с вами прочитали, что в этом конкретном примере Он три года приходил. Три года приходил и проверял. Три года приходил и смотрел на эту же самую смоковницу. Принесет ли она плода? Когда мы с вами находим, что хозяин виноградника долготерпелив, но в то же самое время он справедлив. Когда мы с вами смотрим следующий образ, образ этой смоковницы, мы также можем взять для себя некоторые примеры. И мы понимаем, что смоковница, если хозяин виноградника – это Бог, Отец, то смоковница – это мы с вами. И мы находим, и мы понимаем, что эти смоковницы не растут просто сами по себе. Они не растут где-то на любой какой-то земле или где-то у кого-то в саду. Мы понимаем, что с того времени, когда мы приняли Господа, Бог Отец посадил нас, как эту смоковницу у себя, в винограднике. И мы находимся у него, в этом винограднике. Мы с вами можем увидеть о том, что каждую смоковницу видно, и каждая смоковница, она приносит свой плод. Ее особенно видно. Я понимаю, что хозяин виноградника проходил и проверял каждую смоковницу. И здесь нельзя так вот сказать, что может одна смоковница как-то покроется или скажет, что вот мы в общем принесли какой-то плод. Вот, господин виноградника ожидает, чтобы каждая смоковница могла принести плод. Еще одну истину, которую мы находим. И мы находим истину, которая говорит, что для смоковницы все было сделано для того, чтобы она приносила этот плод. Мы с вами читаем, что виноградарь окапывает ее, он удобряет, он предоставляет все условия для того, чтобы эта смоковница могла принести плод. И, конечно же, перед нами образ этого доброго виноградаря. Виноградаря доброго, потому что он заботится. Мы с вами читаем о том, что он говорит, что вот я всячески буду заботиться, буду ограждать, буду окапывать, буду приготовливать землю, буду давать правильное питание, удобрение этой смоковнице. Он заботится о нас, заботится о каждой смоковнице в этом винограднике. Но, наверное, самая большая истина, самая большая истина, которую мы находим здесь о виноградаре, это то, что он является ходатаем. Приходит хозяин виноградника, говорит, вот уже третий год, ничего нет. И этот виноградник говорит, оставь, оставь еще на один год, оставь. Я сделаю все необходимое, может быть, принесет плод в этом году. Мы с вами вступили в этот Новый год. У каждого из нас есть то определенное время, которое мы уже находимся в этом винограднике Господина Небесного. Кто-то может быть год, кто-то может быть три года, у кого-то может быть это четвертый год, у кого-то может быть двадцать или пятьдесят, и мы должны смотреть. Мы должны смотреть, приносим ли мы плод. И, может быть, Господь оставил нас и дает нам этот последний год для того, чтобы мы могли принести плод. Как мы уже слышали, мы продолжаем неделю молитвы. И сегодня мы по-особенному благодарим Бога за время в этом новом пятнадцатом году. И действительно, Бог, как добрый виноградарь, как хозяин виноградника, дал нам это время. И мы понимаем, и мы слышали, что время не наше. Бог нам дает это время. Бог дает время для того, чтобы мы могли принести плод. Бог дает нам время, как мы с вами говорили, для того, чтобы покаяться. Христос говорит, если не покаетесь, так же погибнете. Время нам дано для того, чтобы мы могли проверить себя и могли приносить плод. Братья, если есть возможность, я хотел бы, чтобы вы высветили. Сегодня я хотел, чтобы мы склонились и поблагодарили Бога за это время, которое Он нам дает. И когда мы говорим, у нас есть шесть таких вот пунктов, и я хотел бы, чтобы молодежь была готова. Я попросил молодежь, чтобы вместе сегодня помолились. Ну вот таких вот шесть пунктов я зачитаю. Мы благодарим Господа за мудрое устройство нашей планеты и всей Вселенной. Действительно, когда мы посмотрим на то, что Бог создал для нас, что Он создал вообще во Вселенной, тогда это действительно чудно, и мы должны благодарить Бога. Если мы посмотрим даже вот со стороны этой притчи, мы видим, что Господь, Бог, Он все делает для нас. Все делает для этой смоковницы, все чудно устроил. И Он ожидает плода. Мы будем благодарить Бога за Его всеведение и Его всемогущество. Действительно, Бог может одним словом повлиять на нашу жизнь, повлиять на ход событий и на весь этот мир. И мы понимаем, что Он является могущественным, сильным Богом. И в то же самое время мы видим, что Он долготерпелив. И мы будем благодарить Его за это. Мы будем благодарить Его за то, что Он открыл нам преимущество вечных ценностей. И мы с вами считаем, ищите прежде Царство Божие и правду Его. И все остальное приложится вам. Вот это те ценности. Во Иисусе Христе, через Его победу, мы с вами имеем эти ценности, эти обетования, которые хранятся на небесах. И мы должны благодарить Бога. Но не просто благодарить Его, мы должны пользоваться им. И когда мы благодарим и принимаем веру, и тогда эти преимущества, эти ценности, они становятся нашими ценностями. И мы должны благодарить Бога за это. Будем благодарить Бога за то, что у Него всегда есть время для нас. Вы знаете, очень часто в жизни нашей нам не хватает времени. Не хватает времени для служения, не хватает времени для близких, для братьев, сестер, родных, может быть. У Бога не так. У Бога всегда есть время для нас. Мы с вами говорили о том, что хозяин этого виноградника, он знает каждую смоковницу. Он приходит и смотрит. И у каждого, или для каждого у Него есть время. Обратитесь ко Мне, говорит Господь, и я услышу, я отвечу. Я покажу великое и недоступное, чего вы не знаете, чего вы не понимаете. Мы будем благодарить Бога за этот начавшийся год, год Его продолжающейся благодати, долготерпения и любви к нам. Оставь еще на год, и я слышу голос неба. Один Господь знает, что этот год принесет. Но Слово Божие говорит, что если мы не проносим плода, тогда долготерпению Божьему приходит конец. Христос говорит, всяк у меня ветвь, которая не приносит плода. Отсекается такая ветвь. И в этом должно быть предупреждение. Но мы будем благодарить Бога за то, что Он долготерпит нас. За то, что Он долготерпит и дарует свою благодать. И дарует нам шанс, дарует нам это время и в этом году, в новом году, для того, чтобы мы могли служить Ему, для того, чтобы приносить плод. И мы будем благодарить Бога за данное нам право и способность радоваться во все времена, независимо от условий и обстоятельств. Трудно радоваться. Трудно радоваться, когда горе какое-то, когда проблемы. Легче радоваться, когда все идет хорошо, когда все нам улыбаются, когда все идет хорошо по жизни. Но наша задача – иметь эту радость, радость в Нем, радость неизреченную. Радость в том, что мы имеем Бога, к которому мы можем приходить, мы можем открывать наше сердце, и Бог слышит нас. Пожалуйста, братья и сестры, подойдите, мы помолимся. Помолится молодежь. Потом, пожалуйста, у кого есть желание, помолитесь, пожалуйста. Поблагодарим Бога за это. И я потом закончу. Благослови нас, Господь, чтобы мы действительно дорожили временем. Временем, которое Господь нам дает для того, чтобы мы могли принести Ему плод. Аминь. Склонимся, помолимся. Внимлите, люди, человеки. О, как я счастлив, что Христос всегда, сегодня и вовеки все тот же в этом мире слез. Века прошли, года проходят, все тот же мой Христос, Господь. Пусть всюду горе, беды ходят, в покое дух, в покое плоть. Вот Новый год идет в тумане, скрывая ношу смутных дней. Быть может, в ней костер страданий, но мир царит в душе моей. Несет ли он с собой недуги, потери, бедствия, нужду? Я мыслю о враче, о друге, и в новом тот же он году. Несет ли бури, ураганы или полчищ мировых вражду? В душе звучат мои тимпаны, и в новом тот же он году. Что б ни случилось в мире этом, я знаю, что со мной Христос. И он поможет мне советом и силой сил в часы угроз. Какая в том душе отрада, знать, что Спаситель вечно жив? Мне не страшны пожары ада, я не умру, я буду жить. Аминь. Год прошел и в груди, вдруг проснулась печаль. Новый год впереди, а нам прошло вождать. И мы с грустью в глазах направляем свой взор. Суперплатно часа нам как будто укол. И мы с грустью в глазах направляем свой взор. Суперплатно часа нам как будто укол. Стрелки рвутся вперед, жизнь куда-то летит. На коленях стоя, мы с молитвой прости. И не важно теперь, то, что было вчера. Сзади хлопнула дверь, нет дороги назад. 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 Но собрежел рассвет новой жизни вдали. Сколько нам еще лет до отчизны идти Боже, молим Тебя, силой нас надели Чтобы в будущих днях больше сделать смогли Боже, молим Тебя, силой нас надели Чтобы в будущих днях больше сделать смогли Год прошел и в груди, вдруг проснулась печаль Новый год впереди, но не прошлого жаль Укрепи в нас, Отец, это рвение в труду С радостью и всердеть в этом новом году Укрепи в нас, Отец, это рвение в труду Радость дает и всердеть в этом новом году Погоды Куда вы летите быстрее, чем птицы полет Скажите, о годы скажите, чтоб в жизни меня еще ждет Годы летят, быстро летят Годы как быстро летят Годы как быстро летят Нельзя вас назад возвратить Своей быстротой научите Разумным и бережным быть Годы летят Годы как быстро летят Годы так быстро летят Годы так быстро летят Годом и господной Мои долг виска и виска. Всё во всём, вот чем я стану для Твоей души. Научу Тебя всем сердцем сей душой любить. Распахнул я пред Тобой чудесный светлый мир. Только б Ты мне ныне мир своей души открыл. Всё потому, что дорог для меня Ты. Всё потому, что я Тебя люблю. В моей душе, как небо необъятно, Найди покой утерянный в раю. Найди покой утерянный в раю. Всё во всём, вот чем я стану для Твоей души. Прелестье напрасных в мире больше не ищи. Я Твой Бог, я Твой Создатель и Искупитель Твой. Лишь со мной, ты будешь счастлив, поспеши домой. Всё потому, что дорог для меня Ты. Всё потому, что я Тебя люблю. Найди покой утерянный в раю. Найди покой утерянный в раю. Я Твой Создатель и Искупитель Твой. Искупитель Твой Создатель и Искупитель Твой Создатель. 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 Лишь одно у меня земление, за тобою везде идти. Пусть меня окружает презренье, но я знаю, ты помощь в пути. Лишь одно, мой Господь, жить с тобой для тебя. Лишь одно у меня, у тебя на земле, за земля. Слава Господу за то, что Слово Божие открывает нам правильные ориентиры и правильную цель в жизни. Жить для Господа, жить с Ним и даже если необходимо, и умереть за Господа. 2015 год, Новый год, который даровал нам Господь. И в поместной церкви мы согласились молиться Господу, чтобы это был год духовного обновления. И текст Писания, который мы выбрали как девиз всего этого года, это 50-й Псалом, 12-й стих, где сказано, «Сердце чистое сотвори во мне Божие, и Дух правый обнови внутри меня». Вчера мы касались первой половины этого стиха, и мы говорили о том, что духовное обновление, оно начинается с исповедания. Оно начинается с проверки своего сердца. Оно начинается с молитвы покаяния, когда мы к Господу обращаемся этими словами, этой просьбой. «Чистое сердце, Господи, сотвори во мне, Господи, проверь, прости, Господи, я исповедуюсь перед Тобою в моих упущениях и в моих грехах». И вот сегодня, когда мы на первом нашем собрании этого Нового года, я хочу, чтобы мы посмотрели теперь вперед, чтобы мы посмотрели в этот Новый год, и чтобы это желание стало общим нашим желанием всей Церкви, всех членов поместной Церкви, чтобы это действительно был год духовного обновления, и чтобы наша молитва с начала этого года была вот в этих словах «Дух правый, обнови внутри меня». Что необходимо для обновления правого Духа? Нам необходимо, чтобы мы в этом году молились Господу и увидели, чем питать нам этот Дух. Обновление Духа происходит только тогда, когда мы Дух правильно питаем. И обновление Духа происходит тогда, когда наш Дух начинает жить и действовать в соответствии с Духом Святым. Это Дух Святой, который в сердце всякого возрожденного христианина, Он всегда побуждает нас к чему-то. И наша молитва в этом году, чтобы наш Дух слышал голос Духа Святого, и чтобы Он подчинялся Духу Святому, и чтобы Он мог быть в соответствии с Духом Святым. И тогда будет обновление Духа, и тогда этот новый 2015 год действительно для всех нас станет годом духовного обновления. Я хочу отметить только несколько моментов, в каких областях мы желаем, чтобы было обновление. Каждый месяц у нас будет особое служение. Первое воскресенье месяца, День хлебопреломления и вечернее собрание у нас будет посвящено особой теме года духовного обновления. И сейчас я хочу вам показать эти 12 месяцев, эти 12 тем, эти 12 направлений, в которых мы хотим, чтобы в жизни каждого из нас было духовное обновление. И мы начнем с обновления в наших отношениях с Богом. Январь месяц, это первый месяц этого года, мы будем думать о том, как нам нужно обновление в отношениях с Богом. Это самое главное, каковы мои отношения с Господом, в чем мои упущения, в чем мое лицемерие, в чем моя неверность, в чем мне нужно измениться и исправиться, и обновиться, чтобы мои взаимоотношения с Богом, они были правильные, они были искренние и верные. В месяц февраль мы будем думать о обновлении наших мыслей, потому что от наших мыслей зависит наша жизнь. О чем мы думаем, чем загружена наша голова, о чем мы рассуждаем, что является нашими побудительными причинами, чем занята наша голова. Мы будем думать об этом, мы будем молиться, чтобы Господь обновил наши мысли, чтобы нам иметь ум Христов, чтобы нам обновляться в мыслях наших по образу Господа нашего Иисуса Христа. В марте мы будем говорить о обновлении нашего отношения к Слову Божьему. Каково наше отношение к Библии? Сколько времени мы уделяем Библии? Насколько действительно мы понимаем, что это пища духовная? Действительно ли мы читаем Библию так, как нужно нам это делать? Мы желаем, чтобы у нас было обновление в этом, и чтобы в этом Новом году мы по-новому стали относиться к Слову Божьему, мы по-новому понимали важность чтения Писания. Месяц апрель мы будем говорить об обновлении в молитвенной жизни. Насколько важна для нас молитва? Мы понимаем, что это такое. Мы понимаем, насколько нам нужно в жизни иметь общение с Богом в молитве. И мы будем стремиться к обновлению в молитвенной жизни. Сколько времени мы уделяем молитве? Как проходит наша молитва? Есть ли у нас эта комната за закрытой дверью? Как именно мы к Господу обращаемся? И мы будем молиться, чтобы у нас было обновление в нашей молитвенной жизни. В месяце мая мы будем говорить об обновлении в служении. Служение – это важная часть жизни христианина. Служение в церкви, служение вне церкви. И мы будем молиться, чтобы Господь направил нас, и чтобы каждый из нас мог обновление иметь в нашем служении. Если у вас уже есть служение в церкви, что значит обновиться в этом служении? По-новому посмотреть на это служение, по-новому, с новыми силами взяться за этот труд. Если нету этого служения, найти это служение, чтобы действительно было обновление в служении. Месяц июнь мы будем говорить о обновлении в семье. Что Господь желает, чтобы было в нашей семье? Муж и жена, родители и дети, семья. Нам важно посмотреть, чтобы Господь показал, что нам нужно исправить, что у нас не так в семье, что мы упускаем, что мы вообще неправильно делаем. И мы будем молиться, чтобы Господь дал нам это обновление, чтобы в семье было место для Господа и было это обновление. Дальше мы будем говорить об обновлении в благовестии. Где это время, которое Господь дает нам? Где эти люди, которых нам нужно увидеть на работе, в школе, в учебе, соседи наши? Нам нужно обновление, чтобы мы здесь, в Америке, наша поместная церковь, каждый из нас отдельности мог увидеть это, и чтобы мы имели это обновление в распространении Слова Божьего. Дальше мы будем говорить об обновлении взаимоотношений. Мои братья и сестры, мы находимся здесь, мы встречаемся, мы имеем друзей, родственников. Нам важно, чтобы у нас строились правильные взаимоотношения. И если у нас есть какие-то упущения в этом, проблемы во взаимоотношениях, конфликты, непонимание, непринятие друг друга, нелюбовь, которая иногда проявляется, мы будем молиться, чтобы Бог дал нам обновление взаимоотношений, чтобы это были действительно взаимоотношения, которые Слово Божие учит нас и к чему оно нас призывает. Дальше мы будем говорить об обновлении в отношении к собранию. Господь дает нам возможность, Он дает нам свободу собираться вместе, проводить богослужения. Нам нужно обновление в этом отношении. Нам нужно подумать, а я действительно правильно отношусь к этому, а я действительно правильно использую это время, когда церковь собирается на богослужение. Может быть, мне нужно обновление в этом отношении к богослужению. Дальше мы будем говорить об обновлении материальном служении. Что это такое? Зачем это нужно? Как в этом проявляется моя верность Господу? И нам нужно проверить себя, и нужно получить и в этом обновление, потому что и через это Господь проверяет нас, и через это проявляется наше служение Господу. Дальше мы будем говорить обновлении обетов, данных Господу. В ноябре месяце мы будем вспоминать, что мы обещали Господу. Каждый из нас когда-то принимал святое водное крещение, это было обещание Богу доброй совести. Мы когда-то молились Господу и говорили, Господь, я буду, Господь, я сделаю, Господь, я пойду. Нам нужно вспомнить эти обеты, которые мы давали Господу, чтобы было обновление, и чтобы то, что мы обещали Господу, мы могли делать. И, наконец, декабрь месяц, последний месяц этого года, мы будем говорить обновлении ожидания Господа. Может быть, среди всей этой суеты этого мира и даже служению Богу у нас нет времени остановиться и проверить себя и сказать, а я действительно ожидаю Господа, а я действительно понимаю, что Господь скоро придет. Нам нужны эти остановки, нам нужно обновление в ожидании Господа. Мы будем молиться о том, чтобы этот Новый год, 2015, действительно стал годом духовного обновления для каждого из нас, чтобы Господь действительно помог нам, и чтобы вот эта молитва, которую Давид когда-то вознес, вопрос, который записан в 50-м псалме, сердце чистое сотвори во мне, Боже, и Дух правый обнови внутри меня, чтобы это действительно стало результатом этого года. Да поможет нам в этом Господь. Давайте встанем, и я помолюсь, чтобы Господь помог, чтобы Он благословил, чтобы Он дал вот это духовное обновление в этом Новом году. Господь, мы обращаемся к Тебе в этот час. Мы благодарим Тебя еще раз за этот Новый 2015 год. И наше желание, чтобы этот Новый год не прошел впустую. Наше желание, чтобы Дух Твой Святой мог действовать, и чтобы в жизни поместной церкви было духовное обновление. И вот перед Тобою мы открываем наше желание, и мы верим, что Дух Твой Святой направил наши мысли для того, чтобы мы увидели те области жизни и служения, в которых Ты желаешь видеть обновление. Помоги нам, Господи, дай, чтобы сердце наше было открыто, и чтобы Дух Твой Святой мог проявить эту работу, и чтобы Дух правый был обновлен в каждом из нас. Помоги нам в этом, Господи, благослови нас, поведи нас в этот Новый год, и да будет Он годом духовного обновления. Аминь. С Новым годом вас, друзья, поздравления идут! Новый год, Господь, в Новый год, Господь дает, Новый день начнет насчет. Пусть родницы в Новый день будут чистей и святей, Боже, нас благослови, Благодати не прожи. Бог любви своей дает этот Новый, Новый год. С вами буду, он сказал, не остану обещать. Что несешь нам Новый год, скоро нас Христос возьмет. Так готовы будем мы, оторваться от земли. С каждым годом ближе тот, кто нас к небесам зовет. Великую я вас поем, ближе к вечности идем. С вами буду, он сказал, не оставлю обещать. С вами буду, он сказал, не оставлю обещать. С вами буду, он сказал, не оставлю обещать. Песня. 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 Прийти на берег и найти ее небо, коснуться руку и, найдя ее Божью руку, вдохнуть новый воздух и, найдя его небесным, проснуться в славе и, найдя себя дома. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Разве ты не слышал, что вечный Господь Бог, сотворивший концы земли, не утомляется и не изнемогает? Он дает утомленному силу и изнемогшему дарует крепость. Утомляются и юноши, и ослабевают, и молодые люди падают, а надеющиеся на Господа обновятся в силе. Поднимут крылья, как орлы, пойдут и не устанут, потекут и не утомятся. С Новым Годом вас, братья и сестры, Спасителя нашего, который жизнь свою положил за нас, надеющиеся на Господа обновятся в силе. Год обновления, дай Бог, чтобы мы в нашей силе духовной обновились, каждый из нас. Мы по какому календарю с вами живем вот сейчас? Какому? Тут говорят, юлианскому хор живет. Вот тут и по еврейскому. Другие говорят, по григорианскому календарю. Почему-то с седьмого Рождества празднуют, мы 25-го празднуем. Также Новый Год старых. Пожилые люди помнят, что еще 14 января праздновали Новый Год когда-то. Ну, это был сначала юлианский календарь, который Юлий Цезарь учредил. Это было 1 января 45-го года до нашей эры, еще до Рождества Христова. Это старый стиль. А вот новый стиль, это по-григорианскому мы с вами живем и считают сейчас. Это был Папа Римский Григорий такой. Он 4 октября 1582 года учредил новый календарь. Его астрономы высчитали и сказали, что так лучше. А вообще их календарей много бывает. Еврейский календарь. Так вот, по еврейскому календарю мы с вами сейчас живем. 5775 год и 5776. Это евреи. Говорят, от Адама считали. Не знаю, откуда они считали. Вы знаете, по какому календарю мне бы хотелось жить научиться? Я прочитаю вам. Календарь этот в одном стихе изображен в 89-м псалме. 12-й стих. «Научи нас так счислять дни наши, чтобы нам приобресть сердце мудрое». Вот мне кажется, это самый лучший календарь, по которому дни надо считать. Нам, чтобы приобресть сердце мудрое. Когда мы смотрим на этот псалом 89-й, а я его прочитаю. Он состоит из три таких явных части. Молитва Моисея, Человека Божия. «Господи, Ты нам прибежище в рот и рот. Прежде нежели родились горы, Ты образовал землю и всю вселенную от века и до века. Ты Бог. Ты возвращаешь человека в тление и говоришь, возвратитесь, сыны человеческие. Ибо пред очами Твоими тысячи лет, как день вчерашний, когда он прошел и как стража в ночи. Ты как наводнением уносишь его, а не как сон, как трава, которая утром вырастает, утром цветет и зеленеет, вечером подсекается и засыхает. «Ибо мы исчезаем от гнева Твоего и от ярости Твоей мы в себя тени. Ты положил беззаконие наше пред Тобою и тайное пред светом лица Твоего. Все дни наши прошли в огневе Твоем. Мы теряем лета наши, как звук. Дни лет наших семьдесят лет, а при большей крепости восемьдесят лет. И самая лучшая пора их труд и болезнь, ибо проходят быстро, и мы летим. Кто знает силу гнева Твоего и ярость Твою по мере страха Твоего? Научи нас так счислять дни наши, чтобы нам приобресть сердце мудрое. Обратись, Господи, до Коли. Умилосердись над дровами Твоими. Рано насытили нас милостью Твоею. И мы будем радоваться и веселиться во все дни наши. Возвесели нас за дни, в которые Ты поражал нас. Залетав, в которые мы видели бедствие. Да явится на ровах Твоих дело Твое, и на сынах их слава Твоя. И да будет благоволение Господа Бога нашего на нас. И в деле рук наших спаспешествуй нам. В деле рук наших спаспешествуй. Мы сегодня благодарим Бога за то, что Он дал этот подарок, 15-й год. Мы вступили в него, дал возможность переступить этот порог. Мы слышали, за что нам надо благодарить Господа, что Он в этом дает. А теперь у нас молитва заключительная будет о том, что вот то, что Он дал, чтобы мне в жизни все это принять и воплотилось в мою реальную жизнь. Вот это Божья благодать, все Его дары, все, что Он хочет от меня. А Бог же дал год нам, ну не просто так, ну живи как хочешь, правда? Нет. У Него же есть план обо мне и каждому из нас. Есть общий план Божий, чтобы мы освящались, чтобы мы всегда молились, да, и за все благодарили. Это общая воля Божия такая и много еще другого. Воля Божия, которая отмечена в Писании. Но лично для меня и для тебя, брат и сестра, у Бога есть план. Только я знаю намерения, какие имею о вас. Намерения во благо, не во зло, чтобы дать вам будущность и надежду. И вот когда мы смотрим на этот 89-й Псалом, это молитва Моисея. Вот первых шесть стихов, вы же читайте Писание или высветите нам, пожалуйста, Писание. Или с Библии приходим, мы от Библии уже отучились приносить. Первых шесть стихов здесь говорит, Господи, Ты нам прибежище. Ты образовал землю и вселенную. От века и до века Ты, Бог, Ты возвращаешь человека в тление. Пред очами Твоими тысячи лет, как день вчерашний. Ты, как наводнением, уносишь их, и как сон, как трава. И мы, и вот эти шесть стихов, которые говорят, Ты, Господи, говорит о величии Божьем, о Его всевластии, о Его всемогуществе, о том, что Он все держит, Он вседержит или всем управляет. И нас сотворил, и человека здесь касается. А вот седьмого стиха говорится уже о нас. Он говорит, мы, мы исчезаем от гнева Твоего и от ярости. Мы в смятении. Ты положил беззаконие наше пред Тобою и тайное наше пред светом лица Твоего. Мы теряем лита наши, как звук. Дней лет наших 70, 80 прибольше крепости. Кто знает силу гнева Твоего и ярость Твою по мере страха Твоего? Здесь повторяется местоимение «мы» больше. И когда Моисей смотрел вот на Господа, на все его величие и славу, и начал сравнивать с народом, с своим, Израилем, он говорит, мы, мы знаем, что это был праведник, Моисей. Мы знаем, сколько он претерпел. Бог его воспитывал, имел план о нем. Три по сорок у него было. Сорок лет воспитывался у дочери фараоновой. Сорок лет школа пустыни. И сорок лет он вождь народа израильского. Это был муж по сердцу Божию. Но он не отделял себя от этих грешников, с которыми он был. Вы помните, как он говорил, Господи, если и их, то и меня. Вычеркни меня из книги жизни. Когда Бог хотел уничтожить этот народ. И вот этот Моисей молится, когда он смотрит на состояние. А почему он молится еще? Потому что, наверное, он узнал, что народ израильский, когда согрешал, он должен-то был зайти до страны, обитованной за сорок дней там путь. Год за день получил. Сорок лет они шли. Тридцать восемь лет вокруг горы Сеир ходили. И вот он молится, когда увидел это, что Бог, он не отвернулся, но наказывает. Он руку свою не оступил, не оторвал от Израиля, не убрал от него милующую. Но он посылал это вот наказание. И хранил их, и благословлял их. И он молится о себе, что это мы, Господи, исчезаем от гнева Твоего. И все тайное наше предсветлым лицом Твоим, братья и сестры. Мы не намного лучше Израиля, если честными будем. Со всей нашей праведностью. Один человек взял и разослал письма начальникам большим. Всего несколько слов. Все вышло во свет. Получает человек. Все вышло во свет. Один повесился. Несколько их сбежали сразу в неизвестном направлении. Он просто вот разослал письма людям. Во свет боимся мы выходить. И когда этот свет божественный просвещает, он говорит, мы исчезаем от гнева Твоего и от ярости Твоей. Много можно говорить об этом, когда он, Господь, просвещает тему нашу, и мы видим себя. И вот этот центральный стих, он говорит, научи нас так счастливать дни наши, чтобы приобрести сердце мудрое. И с 13 стиха и по 17 это уже его молитва. «Обратись, Господи, доколе, умилосердьтесь над рабами, рано насыти милостью, возвесели нас, да явится на рабах Твоих дело Твое». И 17 стих. «И да будет благоволение Господа Бога нашего на нас, и в деле рук наших спаспешиствуй нам, в деле рук наших спаспешиствуй». Вот такой Псалом оставлен нам. «Господи, Ты нам прибежище ищит». Что Бог дал человеку и ждет от нас с вами. Написано в Екклесиаста всему свое время, 3 глава. Время всякой вещи под небом. И Бог назначил это время и для нас. «В Израиле были люди, мудрые сердцем». Это, кстати, то, о чем молится Моисей. Говорит, чтобы приобресть сердце мудрое. Так эти мудрые знали, что когда делать в Израиле. Они знали, что когда делать. Беда наша, что мы не знаем, что когда делать. Иногда мы делаем то, чего не нужно вообще делать. Или делаем то, что нужно делать в другое время. И бывает одно и то же дело, которое мы делаем в одно время радость и благословение, в другое время проклятие и наказание. Одно и то же дело может быть. Время попутаем. И люди путают время. И от этого страдают сами. Время рождаться и время умирать. И вот у Бога есть план о нашей жизни. Есть детство, отрочество, юность, зрелость, старость. Есть и конец. Смертью мы ее называем. В детстве что самое важное? Дети, слышите для вас? Что для вас самое важное в жизни? Это научиться родителей слушать. Правда? Если родителей слушать не научимся, то с нас может получиться плохие люди, нехорошие. Мы и Бога не будем слушать. Поэтому для вас важно научиться слушать отца и мать, почитая отца и мать. Так написано для детей и тех, которые уже понимают, которые вот сидят здесь. И страх Божий иметь. Потому что детей нужно научить страху Божию. Для детей это важно. Слушать родителей. И страх Божий иметь. Потому что знать, чтобы Господа мы не огорчали. Бог знает нас и видит нас всегда. Вот это детство и отрочество. Юность. Это вот юноши. Для вас тут уже больше ответственности. Это мы уже выросли. Это время, когда, я имею ввиду, вот наша молодежь, дети верующих родителей. Это уже выросли. И ты начинаешь делать выбор. Сталкиваешься с этим миром. Видишь, как живут твои сверстники. Начинаешь делать какой-то выбор для себя. И это время выбора. И Бог нас не заставляет, но Он дает нам посещением своим. Он касается наших сердец. То ли это через Слово Божие. То ли это через какие-то обстоятельства. Он напоминает нам. И мы начинаем в нем нуждаться. Это время выбора. И очень важно для молодых людей сделать в эту пору правильный выбор. Не ошибиться в выборе пути, как песня одна такая поется. Не ошибиться вот в этом выборе. И что Бог дает для вас? Бог в это время дает нам покаяние. Написано о женщине, я в одной, я дал ей время покаяться. Это Откровение, 21 глава. О Изавелии речь идет. Он дает покаяние. И когда это покаяние Бог дает, очень важно увидеть, услышать этот стук Божий. и сделать решение для себя. Ты и Бог. И если Бог стучит в твое сердце, стучит и призывает к тебе покаяние, Писание говорит, ныне, когда услышите глаз Его, не ожесточите сердце вашего. Оказывается, я могу ожесточить сердце, закрыть его на замок и заглушить этот голос себе. Или могу открыть сердце свое. Так что Бог делает, Он желает сделать нас своими детьми, и Он стучится в наши сердца. И вот когда услышите глаз Его, не ожесточите. Что Бог делает? Написано, исполнилось время, приблизилось Царство Небесное. Это когда Христос проповедовал, вышел на служение, покайтесь и веруйте в Евангелие. Бог ныне повелевает людям всем повсюду покаяться. И кто услышит вот этот голос Божий, зовущий, очень важно сделать правильное решение. Несмотря на то, как люди поступают, несмотря на то, как люди или что обо мне подумают, или что они на меня скажут, Бог любит искренних людей. И когда Он зовет к покаянию, надо быть чутким и открыться для Него. И все это Он делает, чтобы нас мудрости научить, приобрести сердце мудрое. Так говорит Моисей в своем псалме. Важно не упустить времени посещения Господом нас. Вы помните, Господь посетил когда-то Каина. Лично Бог Сам. На каком языке, не знаю. Но Он говорит ему, Каин, ты какой-то печальный. Лицом поник. Отчего? Каин молчит. Бог говорит, я скажу тебе, отчего, Каин. У твоего сердца грех лежит. Он тебе радости жизни лишил. И этот грех тебе тянет, влечет к себе. Но ты господствуй над ним, Каин. Каин не захотел слушать Бога. Вы знаете последствия, которые произошли с Каином в дальнейшем. Иисус Христос пришел в Ифлием. Мария еще его носила. И ходит от дверей к дверям. И не нашлось им места. Не узнали люди в Ифлиеме, вот в этих путниках, и не усмотрели что-то великое. почему он в Исляхе родился. Не нашлось ему места. Мне еще поражают одни люди. Это люди страны Гадаринской. Помните? Христос там тоже посетил. И вот исцеляет это великое чудо. Исцеляет человека, который всю эту страну наводил такой ужас на всех этих людей. И они видят, что явное чудо, он в своем уме и одетый. Легион бесов выгнал с этого страшного человека. Ну вот свиньи погибли. Возмутились эти люди. И когда вопрос стал выбора между свиньями или Христа, они свиней выбирают. Не узнали времени посещения. Неужели вы не видели этого явного чуда? Неужели вы не видите, что Христос это непростой человек? Не рассмотрели. А исцеленный этот пошел и рассказывал им, я не знаю дальнейшую судьбу, он в той же стране своим родным рассказывал о том, что сотворил с ним Господь. Христос о Иерусалиме когда-то молился и плакал. И говорил, если бы ты хотя в сей твой день узнал, что служит к миру твоему, но это ты закрыта от глаз твоих. Придут дни, окопами обложат, детей побьют твоих в тебе. И за что? За то, что ты не узнал времени посещения твоего. За то, что ты волю Божию не познал. Дни ты так не исчислял, как надо было исчислять, чтобы приобресть сердце мудрое. Сердце мудрое – это быть внимательным к действиям Божьим. Вязание говорит за то, что они не внимательны к действиям Божьим в жизни то ли лично твоей и моей, то ли общества окружающего, то ли той обстановки, которой мы с вами сейчас живем, чтобы мы были внимательны к действиям Господа. Господь поражение свое давал. Были те люди, которые как раз узнали время посещения. Мимо Вартемея проходил спаситель, и он закричал, помилуй меня. Закхея Господь спас, который бежал и все хотел его увидеть. Спас Хананиянку. Многих спас и исцелил, которые старались не упустить это время посещения. Они дорожили этим временем, братья и сестры, мы вот это духовное чутье имеем, когда Господь нас посещает. Посещает через разные обстоятельства, через Дух Святой или через совесть, через скорби, через болезни посещает нас. Это все милующая рука Господня. Это все благодать Его. Это все Его любовь. И чтобы нам знать в жизни нашей, что, когда делать. был еще человек в Деянии апостолов, который говорил, ты вот немного не убеждаешь меня сделаться христианином. Правда стучала в сердце. Чего-то, говорит, немного. А гриппа. Павел сказал, хотел бы я, чтобы многие стали такие, как я. Он хотел достучаться до этого человека. Писание говорит, что так они и расстались. И недалеко от этой встречи другая была встреча с правителем, Феликсом, помните? Который тоже слушал его. И в страх пришел. И колени дрожали. И правда била в сердце этого человека. Посещение к нему пришло. Он говорит, теперь пойди, Павел. Когда найду время, позову тебя. Так и не нашел. Научи нас так счастлять дни наши, чтобы сердце мудрое приобрести, чтобы видеть действия Божьи в жизни нашей, чтобы знать, что, когда делать нам, как нам поступать, чтобы мы не были нерассудительны, но познавали, что есть воля Божия лично для меня, благая, угодная и совершенная. Потому что всему свое время. Не всегда оно так будет. Галатам 6 глава 10 стих написано, доколе есть время, будем делать добро всем людям. Наипаче своим поверье. Есть время на это. Пользуйтесь временем. Пользуйтесь временем. Не упускайте возможность. Мы с вами рассмотрели несколько человек, которые упустили время, назначенное Богом для них. Это время упустил Иуда, один из учеников Христовых. Кто-то на свиндей поменял, кто-то еще на что-то поменял. Вы знаете, на этом пути нам много препятствий встречается. И враг старается отвлечь наше внимание от Господа нашего. Молодежь искушает. Вот селфоны эти, которые же мы имеем все в карманах. Сколько времени мы тратим на них? Честными будьте. Сколько часов в день мы держим его в руках? Эту текстуру бросаем кому-то, переписываемся, куда-то заходим, в такую сеть заходим, с которой трудно выбраться потом. Это же правда. Это все отвлекает нас. Вот эти силы тьмы, они нас отвлекают от том, чтобы нам исполнить волю Божию и быть послушными Ему. И другие пожелания. А сколько этих пожеланий, которым нет числа, которые возникают у нас откуда-то, которые уводят нас от исполнения воли Божьей. Научи нас не исчислять, Господи, чтобы приобреть сердце мудрое, которое бы знало это сердце, что когда делать нам, что делать, что не делать, и что когда делать, если делать. Вот для этого нам надо эта мудрость. Об этом будем молиться и у Господа просить. Апостол говорит, что наступил уже час пробудиться нам от сна, потому что к нам сейчас ближе спасение, нежели когда мы уверовали. И этот час пришел, братья и сестры. Может, потому на сердце и брату положил Бог, и он инициативу эту изложил о том, чтобы этот год был годом обновления. Мы сейчас будем молиться. Молиться о том, чтобы этот год Господь дал нам силы, дал нам сердце мудрое. Господь, чтобы мы, исповедав перед Ним, покаявшись перед Ним, могли научиться исполнять Его волю. Давид об этом молился, говорит, научи меня исполнять волю Твою, Господи. Слава Ему за все. Аминь. Помолимся. Аминь. 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 И блаженный воскресенье всех умерших под хрестей, Отворенье их обители царя. Все святых помытью кровью пролитой на хресте, Зазовет он и на зов отвечу я. На небесной берегличке, На небесной берегличке, На небесной берегличке, Там по милости Господней буду я. Дай трудиться для Тебя, Господь, Любою всем служить. С утра раннего и до заката дня. С утра раннего и до заката дня. С утра раннего и до заката дня. Там по милости Господей буду я. Слава Господу нашему за то, что есть у нас эта уверенность, Что мы предстанем на этой небесной перекличке. И текст Писания я хочу еще раз напомнить, который вы видите, вот у нас здесь высвечены. «А я на Тебя, Господи, уповаю, я говорю, Ты мой Бог, Твоей руке дни мои». Мы знаем, что Господь с нами, и в течение этого года Он также благословит нас. Давайте мы встанем, помолимся Господу в заключении нашего собрания. И в заключении этого собрания давайте мы все вместе помолимся молитвой Господней, молитвой «Отче наш» первый день этого Нового года. Помолимся Господу все вместе с осознанием того, что мы молимся, не просто цитируя слова наизусть, но этой молитвой обратимся к Господу, помолимся. «Отче наш, сущий на небесах, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как на небе. Хлеб наш насущный дай нам на сей день, и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. И не веди нас во искушение, но избавь нас от лукавого, ибо Твое есть царство и сила и слава вовеки. Аминь. Аминь. С миром Божьим, братья и сестры, с Новым годом вас! Благословения вам от Господа!